Пророки и время. Под тема тут, я знаю. Ну, первое это настоящее, да? То есть тот промежуток, в котором пророки живут. И что сюда мы можем отнести, это, знаете, все, что связано, скажем, с политической жизнью страны, с экономической жизнью страны. И, конечно, самое важное, это отношение народа к Богу и к закону Божьему. Это то, что является настоящим, то, что является в жизни пророка, то, в чем он живет сам. И что отображает его пророчество, скажем, на сегодняшний день, оно связано с теми событиями, которые окружают его. То есть обыденная наша жизнь. Любое состояние, то есть государство, да, любое состояние человека и все, что здесь сюда можно включить, да? Работа, экономика, политика, все, что происходит. Все как-то влияет на людей. И в результате это может иметь какое-то отношение или какое-то влияние на то, как люди относятся к законам Божьим. Прошлое. Как я уже сказал, что Тора, закон Моисеев, является основой в пророческом служении. И мы можем увидеть, что пророки действительно каждый раз возвращаются к Торе и говорили, вот Тора говорит так. И знаете, вот как для себя какое-то такое правило, запишите, что обращение пророков к прошлому было продиктовано их беспокойством и заботой о настоящем своего народа. Обращение пророков к прошлому было продиктовано их беспокойством и заботой о настоящем своего народа. Обращение пророков к прошлому было продиктовано их беспокойством и заботой о настоящем своего народа. Исайя 43 глава 18 стих. Исайя 43 глава 18 стих. И Иеремия 16 глава 14-16 стих. 14-16. Давайте прочитаем. В микрофон, пожалуйста. Иеремия 16 глава 14-16 стих. И Исайя 43-18. С чего начать? С любого отрывка. Но вы не вспоминайте прежнего и о древнем не помышляйте. Иеремия. Иеремия 14-14-16. 16 глава 14-16 стих. Посему вот приходят дни, говорит Господь, когда не будут уже говорить. Жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли египетской. Но жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли северной и из всех земель, в которые изгнал их. Ибо возвращу их в землю, которую дал от самых. Вот, я пошлю множество рыболовов, говорит Господь, и будут ловить их. А потом пошлю множество охотников, и они погонят их со всякой горы и со всякого холма и из ущелья скал. Ну, здесь я хотел бы вот что отметить. Первое, это Исаик говорит о том, что они не вспоминают прежнего, да, и о древнем не помышляют. То есть, помните, да, что, допустим, когда Бог заповедал нам из века в век праздновать праздник Песах. В чем был смысл всего этого? Чтобы мы помнили, да, о том, что Бог сделал для нас. Рассказывать эту историю сыновьям своим, да, то есть наставлять их для того, чтобы не забывались о те деяния, которые Бог совершил в нашей жизни, да, в жизни наших отцов. Ну, это было не для того сказано, чтобы, знаете, что, вот, помните, проблема, которая была связана с Гедеоном? Когда он сидел там, выколачивал пшеницу, и пришел к нему ангел Божий, да? Что Гедеон сказал? Кто помнит? Это он уже в ответ, а в начале что он сказал? Кто ангел? Нет, Гедеон, кто помнит? Он говорит, где Бог? Помните, да? Он говорит, и это не было, знаете, вот, ну, часто, люди, когда говорят, ну, где Бог, что происходит такое в жизни нашей, да? Это люди таким образом пытаются, на самом деле, сказать, что Бога нет, спрятаться от Бога и так далее. Но если мы говорим о Гедеоне в тот момент, и он говорит, ну, где же Бог, который вывел нас из земли египетской, да? То он говорит не о том, что он, наоборот, интересуется. То есть он интересуется тем, чтобы в действительности найти этого Бога. Если Бог это делал тогда, да, и он интересуется, почему Бог не делает это сегодня? Почему вот я должен сидеть в этом точиле, выколачивать эту пшеницу, да? Почему я должен прятаться от этих маевитян, которые нападают нас и разоряют, да? То есть он спрашивает именно о том, что есть, ну, где тот Бог, который помогал так отцам нашим? Почему он как бы не помогает нам сегодня? То есть он искал этого Бога. И вот когда Бог говорит о том, что празднуйте это из века в век, да? Он это говорит не о том, чтобы мы просто это вспоминали, что Бог когда-то это сделал. Он хочет, чтобы мы, вспоминая об этом, знали, что Бог когда-то это сделал. И он может это сделать сегодня. И не просто может, но он это делает сегодня. Вы понимаете, да, разницу? Почему Бог говорит, чтобы вспоминали? Почему, чтобы мы как эти камни ставили, как памятники этих событий, которые были в жизни наших отцов и в нашей жизни? Когда Бог отвечал на наши молитвы, когда Бог что-то делал в нашей жизни. Для чего? Чтобы мы это помнили. Не для того, чтобы мы жили этим. Вы понимаете, да, разницу? Не для того, чтобы мы вспоминали, ну вот Бог когда-то мне проговорил. Ну вот Бог что-то мне сделал в моей жизни. Мы это должны помнить, что Бог реален, и Он это делал в нашей жизни. Но помнить это с той целью, что и сегодня Он может продолжать и продолжает что-то делать в нашей жизни. Жить не прошлым, а жить сегодняшним. Поэтому Иеремия здесь и говорит, что вот приходят дни, говорит Господь, когда не будут уже говорить, жив Господь, который вывел сынов Израилов. Что он имеет в виду? Что перестанут вспоминать о том, что было тогда в Египте, и что Бог вывел сынов Израилов из Египта, совершил этих десять казней. Об этом Он говорит. Нет, Он говорит о том, что сегодня Бог будет действовать так же самое реально, как Он действовал тогда в Египте. Поэтому мы должны для себя отметить, что прошлое не должно диктовать нам в плане того, что это было только когда-то. наш Бог – это Бог и настоящего тоже. То есть, если Бог совершал это раньше, Он будет совершать это и сегодня. Понятно? Поэтому важно помнить о прошлом не для того, чтобы жить в прошлом, а для того, чтобы знать, откуда мы вышли, куда мы пришли, и что Бог в нашей жизни делал, и что Он может делать это сегодня. Это понятно? Будущее. Существует две опасности, касающиеся пророка как предсказателя будущих событий. Первое – это опасность видеть пророка как хорошего предсказателя событий или, можно сказать, обозревателя. Опасность видеть пророка как хорошего предсказателя событий – обозревателя. Вы понимаете, что такое обозреватель? Этот человек, допустим, который хорошо разбирается, скажем там, ну, к примеру, да, в политике, следит за всякими событиями, которые происходят, да, и он может предсказывать, допустим, на основании каких-то, может быть, логических там своих выводов, да, что будет происходить, допустим, в политике такая ситуация, в экономике такая ситуация и так далее. Это люди-обозреватели. То есть те, которые на каком-то опыте, да, могут предполагать или, может быть, даже предсказывать определенное какое-то ближайшее будущее. То важно понимать, что, или это даже опасность определенного рода, что нельзя на пророка смотреть как на человека, который является вот таким обозревателем, который, ну, предсказывает, да, что это может быть или не может быть. То есть пророчество, если оно было сказано, да, через пророка Богом, то это означает, что это будет. То есть, другими словами, не смотреть на пророка, как на человека, который может заглянуть в будущее, не глазами откровения. Еще раз повторяю. В чем состоит эта опасность? Это смотреть на пророка, как на человека, который может заглянуть в будущее глазами не откровения. Или не глазами откровения. Потому что пророк, это действительно себе человек, который видит, что происходит в будущем по той причине, что Бог ему это открыл. И если он говорит о будущем, он говорит, не предполагая, что там что-то произойдет или будет, не догадываясь, не строя какие-то планы или основания на том событии, которые происходят сейчас. А он говорит это на основании того, что Бог ему об этом сказал. Поэтому вторая опасность – это видеть в пророке умелого истолкователя. видеть в пророке умелого истолкователя. Давайте сейчас сделаем классификацию пророков. Существует две классификации пророков, для нас важных сегодня. Это христианская и иудейская. Давайте начнем с христианской. Нет, мы говорим сейчас только о ветхозаветниках. Правильно, большие пророки. Классификация пророков, христианская. Большие пророки. И кто входит в больших пророков? Кто еще? Иезекииль и Даниил. Я говорю о христианских. Мы сейчас делаем классификацию пророков христианских. Значит, большие пророки. Это Исайя, Иеремия, Иезекииль и Даниил. И остальная группа как называется? Малые пророки. То есть малые пророки – это все остальные пророки. Запишите себе. А теперь поговорим об иудейской классификации. Как вообще называется Ветхий Завет? Танах. Что обозначает слово Танах? Танах. Аблиатура. Да, совершенно веро. Еще раз. Тора, Навини, Хитувин. То есть закон, пророки, Писание. Вот теперь давайте разделим это. Что входит в Тору? Пятикнижие Моисеева. Пятикнижие Моисеева. Какое деление идет в иудейской традиции? Да, пророков. Пороки, я считаю, более доходим. Не, не, я сейчас говорю о делении. Нет. Они делятся на первых, то есть ранних. Слышали об этом, да? Они делятся на первых, то есть ранних. И на вторых, то есть поздних. Значит, в раздел первых входит. Ио Шуи, это книга Иисуса, Навина. Это в первых, да, то есть те, которые ранее. Это иудейская. Значит, следующая книга Судей. Две книги Самуила. В русском издании это первая и вторая книга Царств. Следующая, это две книги Царей. В русском издании третья и четвертая книга Царств. Второй раздел – это последних или поздних пророков. Сюда входит Исаия. Иеремия. Иезекий. Иезекий. Осия. Иоиль Амос Авди Иона Михей Наум Аввакум Сафония Агей Агей Да, две буквы Г Захария И Малахия Какого имени из пророков мы не называли? Даниила Он не входит в книгу пророков В иудейском понимании Он входит в книгу, которая называется Китувим, Писание И о нем вообще были большие споры, включать его или не включать В результате включили, но включили его в Писание И Китувим, Писание, сюда входят псалмы, притчи Будете записывать это? Псалмы Притчи Иов Песнь песней Руфь Плач Иеремии Экклезиаст Эсфирь Даниил Эздра Неемия Две книги хроник То, что в русском издании называется Паралипоминон Паралипоминон Сейчас мы поговорим об авторстве книги пророка Исаии Авторство книги пророка Исаии Паралипоминон 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 Автором книги пророка Исаии Считается Исаия Иерусалимский Значит его служение это 745 год 690 до Рождества Христова 745 по 690 годы до Рождества Христова Вы знаете, да, что исчисление идет в обратном направлении До Рождества Христова Именно этот человек считается автором книги пророка Исаии Традиционное мнение Я делаю акцент именно на то, что это традиционное мнение Потому что существуют различные еще мнения 690 год Это период его служения Ну исчисление делается по поводу того Когда он начинает свое служение при каком царе И когда он заканчивает его при каком царе То есть на основании этого примерно установлены даты То есть эти даты, вы понимаете, что они могут быть абсолютно точными Это даты достаточно примерные Но очень близки к реальности Значит, на что мы должны обратить внимание Во-первых, септуагинта Не дает никаких разделений книге Исаии Вы знаете, что такое септуагинта? Я хочу услышать от вас, что такое септуагинта Это перевод 72 Его еще называют Перевод Танаха на греческий язык Вот, например, русский перевод Библии Был сделан не с оригинала А русский перевод Библии Был сделан из септуагинты Септуагинты перевели на русский язык Поэтому, например, если вы читаете Украинский перевод Который был сделан Тысячелетие крещения Руси Он был сделан С прямого Иврита Древнего Иврита Ветхий Завет И Новый Завет был сделан с греческого Прямой перевод Вот То многие, как бы Места из Писания Могут звучать более точно Чем те, которые записаны Сегодня в русском издании Библии В синодальном, да Потому что синодальный перевод Был сделан из септуагинты Септуагинты Значит Почему Ну, мы сейчас говорим, да Значит, септуагинта Не дает никаких разделений Книге Исаии Это как бы в пользу Традиционного, скажем Взгляда То есть, если бы 72 раввина Переводивших Севрита На греческие Танах Считали бы, что У Исаии было бы Несколько авторов Они бы делали Может быть, какие-то разделения И говорили бы, что Эта часть Была написана одним автором Эта часть была написана Другим автором Но Переводчики Они не сделали Никаких разделений Они сделали Один сплошный текст И он был цельным Значит Что еще интересного Есть, связанного С книгой Исаия Полный текст Книги Исаия Был найден В рукописях Мертвого моря Наверное Вы уже знаете Об этих событиях, да Их еще называют Кумранские свитки Которые были найдены В 1947 году И эти свитки Они датируются Примерно Сотым годом До Рождества Христова И шестидесятым годом По Рождеству Христова Сотым годом До Рождества Христова И шестидесятым годом По Рождеству Христова В 1947 году Знаете Для Исследований Писаний И для Авторитетности Можно сказать Даже Писания Это было Действительно Грандиозная Находка Просто Потому что Это лучшие Экземпляры Которые были найдены В тот промежуток Времени Одни Из Можно сказать Из самых Старых Таких Древних Рукописей Не было Рукописей Древней Не было Нет Существовал Асиптоагинт И перевод Асиптоагинт И существовал перевод Полностью Книги Но рукописи Древние Рукописи Эти рукописи Они тоже Не являются Оригиналами Понимаете Которые были Найдены Кумранские Кумранские Вот эти Вот Ну Рукописи Они тоже Не являются Оригинальными Но они Более Самые Старые Которые Были Найдены До этого Промежутка Времени И Поэтому Они считаются Более Такими Действительности Скажем Достоверными Почему Потому что Они более Старые Из всех Тех Которые Были Найдены Вы знаете Каким Образом Переписывались Тексты То есть Сидели Специальные Переписчики Школы Были Целые Где Люди Занимались Тем Что Они Писали Переписывали Свиток Просчитывалась Каждая Буква И В принципе Этот Человек Он уже Можно сказать Знал Ну Который Переписывал Долгое Время Он знал Наизусть Эти тексты Которые Он переписывал Ни одной Хоть Одна Там Исправление Этот Свиток Уничтожался Он Не Оставлялся Потому Что Это Считалось Очень Серьезно Что Слово Божие Оно Должно Было Быть Передано В Оригинале Понятно Да Поэтому Те Фрагменты Пророка Исаии Которые Доходили До Этого Периода Времени Они Не Были Полными Это Может Были Какие То Куски Там И так Далее Но В 1947 Году Когда Этот Мальчик Пастух Наткнулся На эту Пещеру И Нашел Эти Свитки То Это Было Грандиозным Открытием И Действительно Большой Большой Помощью Было В Исследовании Писания Самого И так Далее Поэтому Это Было Важным Событием Я Не Могу По Этому Поводу Ничего Сказать Итак Что Еще Мы Можем Сказать Что В каноне Книга Пророка Исаия Всегда Считалась Одной Книгой В каноне Канон Знаете В каноне Книга Пророка Исаия Всегда Считалась Одной Книгой То То есть Никогда Ее не Разделяли На Две Книги На Три Книги Или Еще Ким Товым Разом Она Всегда Была Одной Книгой Значит Существует В принципе Основных Три Взгляда Об Авторстве Книги Пророка Исаия Существует Три Основных Взгляда Об Авторстве Книги Пророка Исаия Во-первых Как мы уже сказали Что это один Автор Которого Называют Исаия Иерусалимский Исаия Иерусалимский Следующее мнение Что было Два Автора И что Книга делится На два Раздела Это С первой Главы По Тридцать Девятую И этот Раздел Написал Исаия Иерусалимский С первой Главы По Тридцать Девятую И этот Раздел Написал Исаия Иерусалимский И второй Раздел Это С сороковой Главы По Шестьдесят Шестую Этого Автора Называют Второй Исаия Еще Одно Мнение Говорит О трех Авторах Мнение Трех Авторов Делит Книгу Таким Образом С первой По Тридцать Девятую Главу С Сороковой По Пятьдесят Шестой По Шестьдесят Шестую Существует Еще Это Мнение Что Было Даже Больше Авторов Но Уже К ним Особого Внимания Не Уделяют Не Высказывают Свою Точку Зрения Обосновывают И так Далее Поэтому В принципе Можете Отметить Что Есть Еще Мнение Что Было Даже Больше Авторов Но Как Бы Уже Это Мы Рассматривать Вообще Не Будем Значит Основные Моменты На Что Делается Упор Когда Доказывается То Что Все Таки Было Больше Чем Один Автор Значит В аргументах Которые Приводятся В пользу Разделения Книги Исаия Обычно Говорят О Различии В Исторической Перспективе Что Существует Различие В Исторической Перспективе То Что Главы С 1 По 39 Говорят О 8 Веке До Рождества Христова В остальных Главах Говорится О 6 Веке До Рождества Христова И на основании Этого Естественно Говорят О том Что Ну Как Пророк Мог Жить До 200 Лет В период 200 Лет Или Как Пророк Мог Говорить Живя В 8 Веке Говорить О 6 Веке Я бы Сказал Что Здесь Знаете Ну Традиционный Взгляд Он смотрит На это Дело Каким Образом Почему Пророк Мог Живя В 8 Веке Говорить О 6 Веке Потому Что Бог Просто Это Открыл И Он Пророчествовал На будущее Что Будет Поэтому Живя В 6 Веке Он Мог Свободно Говорить О том Что Будет В 8 Веке Потому Что Он Имел Откровение От Бога Ну Да Извините Я Живя В 8 Веке Мог Говорить О Тех Событиях Которые Будут В 6 Веке То Есть Традиционный Взгляд Делает Утверждение На том Что Это Все На самом Деле Достаточно Просто Если Мы Верим То Что Пророк Исаия Был Пророком И Что Он Получал Откровение От Бога Что Он Слово Божье То Живя В 8 Веке Он Смело Мог Говорить О том Что Будет В 6 Веке И Не Только В 6 Веке Он Мог Говорить Что Будет И В далеком Будущем Также Имея Откровение От Бога Также Здесь Приводятся Такие Утверждения Что Существует В этих Разделах Расскаждение В стиле И Богословских Взглядах То есть В стиле Каком Письма Понимаете И Расхождение Богословских Взглядов Акценты Обычно Делаются На то Что Последние Главы 44 58 61 Что Эти Главы Описывают Период Пленения Вавилонского Пленения Да И Более Того Что Эти Главы Говорят Именно О том Что Вавилонское Нападение Уже Является Как Совершенным Фактом 44 58 61 То есть Они Говорят О Вавилонском Нападении Как О Совершившемся Факте То есть Делается Заявление Какое Что Человек Только Который Живет В Шестом Веке Да Может Говорить Об этих Событиях Как О Свершившемся Факте И Делается Заключение Что На самом Деле Так Никто Не Может Говорить Явно О Что Будет Как Бы О Том Что Уже Происходит Прямо Сейчас Понятно Я Объяснил Да Ну Я скажу Вам Так Что Многие Даже Верующие Знаете Относятся Очень Скептически Многим Вопросом Бог Может Говорить Да Может Говорить Ну Ну Чтобы Вот Так Вот Вообще Реально Человек Говорил О том Что Будет Происходить Там Через 200 Лет И В то же Самое Время Он Делает Этот Человек Такие Заявления Что Происходит Через 200 Лет Рассказывая Как будто Это Происходит Прямо Сейчас У Людей Появляются Сомнения Ну Здесь Вопрос Всегда Как В чем Стоит Мы Конечно Можем Относиться К этому Я Всегда К этому Отношусь Просто Я Верю Что Это Так У Меня Нет Почему То Сомнений По Этому Но Люди Которые Занимаются Исследованием Знаете Они Подводят К сомнению Многие Вопросы Для Того Чтобы Их Доказывать В результате И Возможно Они В своих Сомнениях Укрепляются И Уже То Что Мы Должны Принимать Многие Вещи За Веру Просто На Основании Веры Они Хотят Найти Какое-то Доказательство Ну Вы Знаете Да Что Существуют Сегодня Разные Богословские Такие Исследовательские Центры Которые Исследуют Вплоть до Того Даже Чудеса Которые Бог Совершал И Они Пытаются Это Объяснить Например Естественным Каким-то Образом Например Почему Там Иордан Остановился Когда Израиль Переходил Его Да Предполагают Что Значит И Объясняют Это Что Там Где-то Упала Кусок Скалы Да И перекрыла Устья Вот этого Иордана Поэтому На Какой-то Промежуток Времени Вода Прекратилась Идти Ну Остановилась Да Как дамба Получилась И Народ Мог Перейти Знаете Ну Вполне Возможно Что Бог Может Сделать Это Таким Образом Что Скала Упала Да То есть Почему Нет Просто Чаще Всего Мы Не Обращаем На это Внимание Да Допустим Я многое Воспринимаю Таким Образом Написано Так Слове Божьем Что Народ Израильский Перешел Через Иордан Вода Остановилась И Они Шли Посоху И Вот Я Принимаю Все На Веру Как Бы Я Как Бы Не Сдаюсь Вопросом А Как Она Остановилась Ну С другой 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 Нормально Если Есть Объяснение Да Просто Иногда Эти Объяснения Они В результате Приводят К тому Что Люди Сомневаются Вообще В действии Божьем Значит Давайте Несколько Слов Скажем О стиле То есть Чем Отличается Стиль Первой Части От Второй Значит Считается Что В первой Части Стиль Очень Компактный То же Самое Время Сдержанный Порой Даже Мрачный Без Восторженной Поэтизации Стиль Очень Компактный Сдержанный Порой Даже Мрачный Без Восторженной Поэтизации Поэтизации Сделаем Перерыв Потом Продолжим Сделаем Сделаем Продолжим Поехали Продолжение следует...